Пандемия коронавируса не стала преграда для проведения ежегодной декады по оказанию бесплатной правовой помощи населению. Изменились лишь некоторые детали. В этом году кыргызстанцы смогут получить юридическую консультацию в онлайн-режиме. Но по-прежнему работают и центры по оказанию помощи. По всей стране функционирует 28 таких центров, где дежурят адвокаты и специалисты по правовой помощи и на безвозмездной основе консультируют тех, кто нуждается в помощи квалифицированных юристов. Бесплатную услугу адвоката могут получить те, чьи ежемесячный доход не превышает 9 750 сомов. Но есть и исключения. Это граждане в случае задержания в правоохранительном органе. В этом случае доход не проверяется. Если он обращается, мы сразу предоставляем эту помощь. Это граждане, которые обвиняются или подозреваются в особо тяжелых преступлениях. Это инвалиды первой и второй группы. Это несовершеннолетние наши граждане. Это мама-одиночка. Это престолелые наши граждане, которые находятся в домах-интенантах. Это военнослужащие. Позиция Министерства юстиции такова, что кыргызстанцы должны иметь доступ к бесплатной юридической помощи и защиту. По информации ведомства, в рамках декады в 2019 году свыше 30 тысяч кыргызстанцев получили правовую помощь. С каждым годом число обращающихся граждан увеличивается. В основном задаются вопросы по темам миграции, наследства и семейных взаимоотношений. Очень много вещей. Таких вещей, когда народ сам виноват, он сам не знает своих прав. А самая большая фишка Центра гарантированного государства юридической помощи – это в том, что они обучают, они дают людям надежду и помогают им говорить о том, что у вас есть права, вы только должны их знать. Для большего охвата населения и юридическая поддержка Минюс при содействии международных организаций запустил по отдаленным селам автобус «Солидарности». Его маршрут и график движения согласовываются с местными властями на местах. Представители госоргана также напомнили о гарантированной государственной юридической помощи, согласно которому государство обязано предоставлять квалифицированных юристов гражданам с низким уровнем дохода. Это касается гражданско-правовых отношений, административных и уголовных дел. Восьми гражданам со стороны суда при помощи наших адвокатов были вынесены оправдательные приговоры. Вот я для себя интересовался и проверял, посмотрел историю с момента независимой нашей страны. К сожалению, оказывается, не было ни одного случая, что при помощи бесплатного адвоката, так называемого, суды выносили оправдательные приговоры. Бесплатную юридическую консультацию на русском и кыргызском языках можно получить по телефону 112. Горящая линия работает в шесть дней в неделю с восьми утра до восьми вечера.